Шоу с толком на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Играть в футбол – это один из способов проявления любви к этому виду спорта. Другой способ – ходить на стадион и смотреть футбольные матчи. Жители Хорватии, Сербии, Норвегии, Нидерландов и Дании больше всего смотрят международные футбольные события. Как вы уже догадались, сегодня говорим о футболе. Меня зовут Елена Орлова, это шоу с толком. И у нас в гостях экс-полузащитник Борисовского клуба Баты Станислав Драгун. Добрый день, Станислав. Добрый день. Мы работаем в прямом эфире, можно задавать вопросы, общаться при помощи Телеграма. В поисковике набирается след на Радиус ФМ. Также можно воспользоваться Вайбером и также можно смотреть прямую видеотрансляцию. Все подробности ищите на сайте radiosfm.by. Итак, Станислав, расскажите, вы, наверное, в день 35-летия приняли решение завершить свою спортивную карьеру. Чем сегодня занимается экс-футболист Станислав Драгун? Да, вы знаете, да, это решение было не спонтанное и приурочено, кстати, да, к 35-летию. Но рано или поздно этот шаг надо было сделать, поэтому он был сделан. И сейчас, к своему, наверное, удивлению, заниматься есть чем и намного больше занятость по времени занимает, чем когда я играл в футбол. Поэтому это и футбольная команда DeMedia, и с недавних пор я являюсь амбассадором крупнейшей букмекерской компании. Поэтому, скажем, это основные направления сейчас, которые я стараюсь развивать. Что за команда DeMedia? DeMedia – это, скажем, медийная команда, которая как национальный проект от государств, от Минспорта представляет нашу страну в медийной российской лиге. Но стоит отметить, что это белорусская команда. То есть тут сразу никто не думал, да? Да, никто ничего не думал, что это не российская команда, это наша родная белорусская команда, которой стоит цель популяризации футбола среди молодежного населения, то есть среди подрастающего поколения, чтобы она влюблялась в футбол, занималась футболом и вообще вела спортивный образ жизни, здоровый образ жизни. А как, по вашему мнению, достаточно ли делается в нашей стране для развития спорта и футбола в частности? Безусловно, достаточно, даже более чем. Биатлоны хоккей здесь сейчас мы не будем обсуждать, мы сами знаем наши достижения, поэтому как бы… Да, ну и футбол тоже, немало делается для футбола, строятся стадионы, инфраструктура… Площадок, море, хорошего качества. Да, почти в мое детство такого не было, поэтому сейчас почти везде площадки в каждом дворе с искусственным покрытием, что позволяет заниматься круглогодично и играть в футбол. Было бы только желание. Станислав, спортивные менеджеры – это штучный товар на рынке на сегодняшний день, в 21 веке? Да, это, скажем так, штучный товар и очень тяжело найти хорошего менеджера. В нашем, наверное, футболе сейчас это не слишком востребованная профессия, но вообще в мировом спорте, в мировом футболе – это один из важнейших винтиков в клубе, в системе, в структуре. Говоря так, что хороший тренер зачастую реализует свои несостоявшиеся амбиции, и вот бытует мнение, что именно несостоявшийся, скажем так, спортсмен может стать хорошим тренером. А вот наоборот бывает, удавшийся спортсмен может быть успешным тренером? Да, есть немало примеров в мировом спорте, в белорусском футболе, где хорошие игроки переросли в хороших тренеров и показывают достойные результаты. Поэтому тут раз на раз не приходится, все зависит от индивидуального подхода. А вот про ваш подход. Есть ли такая, скажем, вообще идея стать тренером? Либо… Потому что возраст-то пенсионный, да, для футболиста? Да, пенсионный. Ну, такой мысли нет, потому что все-таки профессия тренера – это очень тяжелый труд. И если как футболист ты отвечаешь только за себя, за свои, за свое поведение, за свое отношение, то тренер отвечает за 22 таких же футболистов в своей команде. Поэтому я не хотел бы проживать вторую жизнь футболиста, скажем так. Есть много чем хороших вещей в жизни, чем можно заниматься, кроме футбола. То есть вы считаете, что работа тренера более напряжена, нежели чем работа футболиста? Да, безусловно. Я думаю, так и есть на самом деле, потому что тренер отвечает за результат, отвечает за команду и вообще несет ответственность за всех ребят, которые в его подчинении. В сегодняшних, скажем, таких непростых политических реалиях наши футболисты вынуждены выступать на нейтральном поле без зрителей, да. Если же мы вообще возьмем индивидуальные виды спорта, а не игровые, то тут ситуация вообще плачевная. Ваше мнение как спортсмена на этот счет? Потому что, по сути, спортсмены всю жизнь только, наверное, и тренируются для того, чтобы потом показать себя, да, уже на великих площадках, на великих каких-то соревнованиях, на великих чемпионатах. Да, совершенно верно, вы подметили. Ну, это больно, потому что, скажем, вот эти политические игры, я не знаю, как их правильно назвать, но которые влияют на спортсмена, и что он не может выступать, и как футболист, и не может выступать при родных трибунах. Но, наверное, хорошо, что вообще дают еще право выступать. Поэтому было бы вообще печально. Ну, а индивидуальный вид спорта, который готовит себя к международным стартам не один год, ну, для них это очень-очень обидно, плохо и жалко. Поэтому, конечно, ситуация-то со знаком минус однозначно. Футбол сегодня смотрите по телевизору? Редко. Редко. Если говорить о стратегии, какой футбол ближе, прагматичный или зрелищный? То есть, мы добываем победу любую цену, либо... Мы играем все для болельщиков, и поэтому болельщики все любят зрелищный футбол, да, и при том они хотят видеть результат. Поэтому я думаю, где-нибудь по золотой серединке... Как обычно, да, выбираем. Да, между прагматичным и зрелищным, чтобы и не скучно было, но и не забывать про конечный результат, потому что в профессиональном спорте результат, это он стоит во главе всего. Не я сказала, вы сказали, что вы играете для болельщиков. Ну, я сейчас про футболистов веду разговор, поэтому на сегодняшний день, опять-таки, мода есть ходить на футбольных звезд. Ваше отношение к этому? То есть, вот есть целая команда, да, и есть вот одна звезда, скажем так, в этой команде. Ваше отношение к этому? Вы пошли бы на какой футбол, где команда сильна и красиво играет, либо есть такая вот персона? Если брать именно меня, я бы, наверное, мне без разницы было, да, но что люди любят сильных личностей и ходят на них, это, конечно, хорошо. И вот эти, как вы назвали, звезды, они делают разницу между обычной командой и топовой командой. Поэтому, конечно, в каждой команде должен быть ярко выраженный лидер, на которую ходят болельщики, которого любят болельщики. Но и команда должна, скажем, быть подстать этому лидеру и быть тоже хорошо организованной. Билл Шинкли сказал, что некоторые считают, что футбол – это дело жизни и смерти. Но он заявляет о том, что они ошибаются. Футбол гораздо важнее. Опять-таки, возвращаемся к вашей биографии, к вашей футбольной жизни. Что являлся футбол в вашей жизни? Чем являлся? Да, наверное, являлся важным элементом моей жизни, которому я посвятил почти всю свою жизнь. Но я не могу сказать, что футбол важен прям вообще. Нет, это все-таки игра. Это игра, которую любят миллионы, которая является смыслом жизни миллионов. Но есть вещи поважнее, поэтому как-то так. Что ж, нам пришло время сделать короткий перерыв. Напоминаю, что мы работаем сегодня в прямом эфире. Можно задавать вопросы, общаться при помощи телеграммы. В поисковике набирается слит на Радиус ФМ, либо плюс 375-44-595-5569. Также можно воспользоваться Вайбером, и можно смотреть прямую видеотрансляцию на нашем YouTube-канале. Все подробности ищи на сайте radiosfm.by. А в следующей части программы вы узнаете, почему футболисты жуют жвачку во время матча, и зачем тренеру информация о размере ботинок третьего вратаря. Ты слушаешь шоу с толком на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Экс-футболист Станислав Драгун за его плечами года успешной карьеры в российских клубах Минском Динамо, боте сборной Беларуси, с которой он выиграл бронзу молодежного чемпионата Европы, выступал на Олимпиаде. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Это шоу с толком. Для вас сегодня работает Елена Орлова. И можно задавать вопросы, общаться при помощи мессенджера Telegram. В поисковике набирается слит на Radius FM, либо плюс 375-44-595-5569. И также можно воспользоваться Вайбером. И прямо сейчас можно смотреть прямую видеотрансляцию на нашем YouTube-канале. Все подробности ищи на сайте radiosfm.by. Итак, Станислав, чем занимаетесь сегодня? Еще раз напомните. И как вы попали в бренды-амбассадоры в букмекерскую компанию? Расскажите нам. Занимаюсь я сейчас организацией, скажем, тренировочной и спортивной составляющей медийной команды «Де-Медиа». Плюс, как вы правильно сказали, что являюсь амбассадором крупнейшей компании. Поэтому это основные те направления, которые сейчас заняты мое время. Попал я туда. Мы долго вели переговоры. Но пока я был действующим футболистом, это было, скажем так, не совсем корректно по отношению к своей профессии. Поэтому, как только я закончил профессиональную карьеру, мы вернулись к этому вопросу. Быстро обо всем договорились с руководителями. И нас ждет хорошее и плодотворное сотрудничество. Станислав, многие тренеры настолько хорошо осведомлены о команде соперника, что даже имеют информацию о размере ботинок третьего вратаря. Скажите, для чего это такая уже совсем точечная информация и как она вообще может помочь в игре, либо на каком-то чемпионате? Любая информация о сопернике, она, безусловно, помогает к подготовке к играм, потому что все нюансы важны. И каждый тренер, с которым я сталкивался в карьере, очень скрупулезно подходил к изучению соперника. И иногда доходило вплоть до таких даже, скажем, ироничных информаций. И поэтому все это делается ради одного, ради положительного результата. Хорошо. Тем не менее, на сегодняшний день футболисты ведут не самый закрытый образ жизни. Мы знаем, что и есть странички в социальных сетях, мы знаем, что ведут и многие свои блоги, да. А уже про жен футболистов я вообще молчу. Мы знаем, что прекрасно, что просто это уже какие-то бывают инстадивы, да, и, что называется, люди, которые в соцсетях выкладывают все на обозрение. Скажите, не может ли это помешать потом в каком-то образе? Потому что, в принципе, информация в открытом доступе, значит, ее могут все узнать. Да, но это не проблема. Мало кто выкладывает в социальных сетях какую-то информацию, касающуюся именно игр или подготовки к ним. В основном это, наверное, развлекательный контент. У нас просто отношение такое к этому немножко закрыто. Наверное, это идет с прошлого, что ты не должен быть на виду, но посмотрите, как спортсмен в мировом сообществе, как он это все монетизирует и как он поднимает собственный имидж благодаря вот этому медийному... Реально звезды футбола, да, можно считать? Это люди, которых, по сути, знает весь мир. Да, конечно. И они стараются этим пользоваться и нести какой-то посыл и монетизировать свою медийность. Поэтому надо... Мы, к сожалению, наверное, очень поздно к этому пришли. Я так к этому, наверное, и не пришел в карьере. Вот сейчас пытаюсь наверстать упущенное. Хорошо. Возвращаемся к вопросу, который поступает от наших слушателей. В каком возрасте не поздно стать футболистом? Ну, это явно интересуется мама мальчика, которого хотела бы видеть в перспективе футболистом. Станислав, в каком возрасте, а, вы пришли в футбол, да, и, по вашему мнению, когда еще не поздно? Я пришел в 7 лет заниматься, но вот есть даже сейчас хороший пример. Парня, который играл со мной в БАТЭ, он начал заниматься в 14 лет. То есть в школе профессионально. Да, и он сейчас успешно выступает за команду Торпедо БелАЗ. И очень перспективный молодой человек. Я думаю, что у него хорошее будущее. Поэтому вот я думаю, что это, конечно, скорее исключение. Скорее исключение из правил, да? Ну, чем раньше начнет ребенок заниматься, тем лучше. В целом возраст 6-7 лет наиболее благоприятен для занятия футболом. Да, даже можно раньше. Просто раньше это будет не занятие футболом, это будет больше ОФП общее. Ребенка научат правильно бегать, правильно. Вовлечение, скажем так. Вовлечение и просто координация, и все это, которое в будущем ему поможет стать футболистом. Опять-таки, почему так важен режим питания футболистов? Мы знаем о том, что тренеры даже задают вопросы в личных переписках своим подопечным. Что кушал, как кушал, не кушал, чего-либо вредного и так далее. Почему настолько большое обращают внимание все на режим питания? Потому что это одно из важнейших способов восстановления организма после тяжелых нагрузок. Такое как сон, потому что сон и питание – это, скажем, два таких кита, на котором лежит здоровье футболиста. И если некоторые тренеры просто рекомендуют ничего не есть, то зарубежные тренеры, которые у меня были в карьере, у нас брали кровь, смотрели, какие продукты не подходят. Нам составляли индивидуальное меню питания и старались отслеживать его, как придерживаются футболисты. Что категорически не разрешается кушать футболистам? Ну, так, кока-кола, чипсы – все вредные продукты, которые вкусные, самые вкусные, самые вредные. Вас садят на диету? Правильно, балансов в плане? Меня садили, да, на диету, потому что я склонен к набору лишнего веса, поэтому, да, приходилось... А что разрешалось в эти дни кушать? Травку и мясо немножко. Немножко мяса, а так в основном это растительная пища? Да, 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 в основном это салаты и да. Сколько жидкости выпивает в среднем футболист? Ну, за тренировку надо выпить в среднем где-то 3 литра воды. Потому что мы видим, постоянно вода присутствует на стадионе. Да, это как идеально, 3 литра воды, но чтобы организм не был обезвоженным, надо пить постоянно. Следующий вопрос. Почему футболисты жуют жевательную резинку? Станислав, ответьте на этот вопрос. Почему многие футболисты жуют жевательную резинку? И кто-то говорит, чтобы успокоить какой-то пристартовый мандраж, кто-то говорит, чтобы улучшить концентрацию. Но, во-первых, это небезопасно, потому что можно поперхнуться. Поэтому, наверное, я все же посоветую молодым футболистам не делать этого, а просто быть сконцентрированным на игре и со светлыми мыслями играть в футбол. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас на сегодняшний день любимая команда, за которую вы болеете априори, несмотря даже на их результаты, и кто у вас любимый футболист? Команда, это, скорее всего, та, которую я провел больше всего лет. Это, наверное, Борисовский Батэ. За них слежу, переживаю. Любимого футболиста нет. Наверное, хотелось бы посмотреть за игрой Месси вживую. Я вот и поставлю себе такую задачу в ближайшем будущем, пока он еще играет, скажем, достигнуть этой цели. Ваше отношение к женскому футболу? Потому что, учитывая, что в 21 веке есть такая история, и уже, мне кажется, он более раскручен стал нежели, чем в 20 веке был. Поэтому ваше отношение именно как к профессиональному спортсмену, как к профессиональному футболисту? Абсолютно нейтральное. Нравится девушкам, женщинам играть в футбол. Пускай играют, но почему нет? Так же, как и остальные виды спорта есть, и волейбол женский, и баскетбол. То есть все это, скажем, не запрещает одно другому, поэтому пускай играют. А если бы вас пригласили наставником в женскую сборную, вы бы пошли? Нет, пожалуй, отказался бы. Почему? Ну, потому что, во-первых... Женщины плохо играют в футбол? Во-первых, я не хочу быть тренером. Во-вторых, да, скорее всего, женский футбол отстает прилично, отстает от мужского. Поэтому категорически против. Если возвращаемся опять-таки к детям, да, о популяризации футбола, с чего надо начинать для того, чтобы привлечь, скажем так, массы, да, именно в футбол? Ну, смотрите, вот этот посыл, который сейчас несет наша медийная команда, популяризация, да, мы знаем все, что сейчас юное поколение наше любит сидеть в интернете, в тиктоках, в ютубе. Поэтому если их нельзя как-то привлечь просто со стадиона, чтобы они приходили, то мы постарались пойти немножко другим путем и через интернет, через тот же тикток, приглашать их на футбол, потому что там и блогеры, и медийные личности, которых они любят, за которыми не следят, они увидят новые ипостаси в новом футбольном амплуа, придут на стадион. И если там, скажем, из двух тысяч пришедших мальчиков на футбол или девочек, пятьсот хотя бы полюбят футбол и останутся в футболе, для нас это будет уже успех. Хорошо. Мы понимаем, что на сегодняшний день это инструментарий очень рабочий, дети проседают тоже в социальных сетях, и поэтому получается так, что история очень даже востребована. Тем не менее, если по другим каким-то критериям, отбор на сегодняшний день как осуществляют? Вот раньше ездили по школам, мы знаем, и смотрели, что сканировал тренер молодого, скажем, этого юношу, и видел, что подходит, не подходит. Какими критериями должен был обладать будущий футболист? К сожалению, сейчас на данный момент ситуация такова у нас такая, как что у нас идет не отбор, а набор, потому что не слишком много желающих заниматься футболом, и не слишком много родителей, которые видят, что, скажем, футбол это травмоопасный вид спорта, и лучше их ребенок пойдет учиться. Поэтому сейчас надо как-то заинтересовывать это молодое поколение и сделать набор, а из них уже потом отбирать тех, кто влюбится и пойдет дальше. Хотя, по сути, очень малозатратный вид спорта. Нужны только шорты, футболка и бутсы. И можно босиком. Можно босиком, но бутсы, по сути, либо кеды, и все. По сравнению с тем же хоккеем, где нужна амуниция, амуниция, конечно, футбол выигрывает в этом плане. И тогда уже давайте ваши пожелания, наверное, молодому поколению, которые себя вот видят в большом футболе, и они еще, может быть, в какой-то момент сомневаются. Что бы вы могли сказать? Занимайтесь футболом, любите футбол, будьте преданы футболу, и он отблагодарит вас потрясающими эмоциями, которые вы будете испытывать, когда вы будете забивать победный мяч или играть при полных трибунах. Поверьте мне на слово, это незабываемое ощущение, которое вы будете вспоминать всю оставшуюся жизнь. Что ж, это было шоу с толком, для вас сегодня работала Елена Орлова, а в гостях у нас был экс-полузащитник Борисовского клуба БАТЭ Станислав Драгун. Чтобы первым узнавать о том, кто еще придет к нам в эфир, подписывайся на нашу группу шоу с толком в соцсети ВКонтакте, и смотрите наши трансляции на нашем YouTube-канале. Все подробности ищите на сайте radiusfm.bly. Шоу с толком на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.bly.